Приемник WEF-216 с 1989 года выпускал рижский завод WEF. Ради приемник второй группы сложностей работает в семи диапазонах длинных волн средних волн 4 коротковолновых диапазона и диапазон ультракоротких волн в нем предусмотрена автоматическая подстройка частоты гетеродина ару бесшумная настройка также приемник WEF-216 выпускали и в экспортном варианте с диапазоном fm но мне достался с укв диапазоном 65-74 мегагерца при желании его можно перенастроить на современный fm диапазон но я этого делать не буду на удивление до сих пор в моем регионе идет вещание аж четырех станций в этом диапазоне шкала приемника градуирована в длинных волн в метрах индикатора светодиода точной настройки на станцию в приемнике нет хотя об этом везде пишут изначально в схеме он был но в более поздних ревизиях от него отказались из-за проблем с выходным уровнем микросхемы чм-детектора при желании индикатор настройки можно внедрить путем небольшой доработки по своей конструкции и электрической схеме радиоприемник WEF-216 схож с радиоприемником WEF-214 отличие от 214 в том что в приемнике WEF-216 на 1 кВ диапазон больше и при этом на одну микросхему меньше а также применен более мощный динамик input с эффектом и нарезаем peers пересекли по körнем минусе многое легко используются специальный длинный реминный ремьер для измерений в различные сетоприем и менеджер индикатора в таких сетоприем и сделать лицо в приемнике по пищевой среде измерений в приемнике фермерика Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На задней стенке есть описание, а вот цену уже не указывали. В 90-е цену устанавливали с учетом инфляции и она постоянно росла. В приемнике предусмотрены гнезда подключения головного телефона и подключения магнитофона для записи программ. Они расположены слева. Также внизу слева разъем подключения питания 220 вольт. Справа находится ручка переключения диапазонов и ручка настройки. На лицевой панели расположены индикатор питания от сети, регулятор тембра и регулятор громкости ползункового типа. Ничего лишнего. Питание универсальное. От сети 220 вольт от встроенного блока питания. Или от 6 батарей типа А373 или по современному R20. Потребление в среднем всего 40 мА, что позволяет приемнику работать более 100 часов от одного комплекта недорогих солевых батарей. На наклейке в батарейном отсеке видим серийный номер и дату выпуска. Июнь 1991 года. На задней стенке расположено гнездо для подключения внешней антенны и заземления для коротковолнового и ультракоротковолнового диапазонов. Для неполной разборки откручиваем 5 винтов на задней крышке, не забыв отстегнуть крышку батарейного отсека. Под крышкой видим магнитную антенну длинноволнового и средневолнового диапазонов. Большую основную плату и внизу в углу блок питания, а также блок УКВ диапазона в экране. Передняя панель снимается просто. Под ней видим трансформатор блока питания, блок регулировки громкости и тембра, блок переключения диапазонов. Блок настройки, блок демодулятора ЧМ сигнала, дискретный усилитель низкой частоты. В моем экземпляре применен широкополосный динамик 2GDSH2 с сопротивлением 8 Ом овальной формы, который является одним из лучших по звуку для приемников. Также в более поздних выпусках могут попасться динамик 2GDSH2 круглой формы или динамик 3GDSH2. Блок настройки собран на гибридной малопотребляющей микросхеме K237H5. Она выполнена по тонкопленочной технологии с применением бескорпусных транзисторов, пленочных резисторов и конденсаторов. Настройка выполняется конденсатором переменной емкости с воздушным диэлектриком. Демодулятор ЧМ сигнала выполнен на малопотребляющей интегральной микросхеме K174H6. Под шкалой на плате видно залитые парафином контуры фильтра промежуточной частоты. Приемник был приобретен летом 2018 года на барахолке в состоянии абсолютно нового. Даже пленка была на шкале, но без коробки и инструкции. И ему не понадобился ремонт, он заработал без проблем. Неплохо для аппарата возрастом почти 30 лет. Всем спасибо за просмотр. До следующих встреч.